Особое мнение на 101FM Андрею Леонидовичу можно задавать вопросы Пожалуйста, пользуйтесь И там же на сайте сегодня в течение дня Появится аудио-видеозапись нашего эфира Но сейчас приступаем к вопросам Тема мусора, она нас не отпускает Мы ее обсуждаем со всеми Включая вот уполномоченного по правам человека Буквально там 20 минут назад Но с вами я хотела поговорить Все-таки вот в каком аспекте Пока не очень понятно и не так часто мы к этой теме обращаемся Что будет происходить С платежами за вывоз мусора В отношении бизнеса То есть по людям мы говорили много По людям пока ничего не понятно Даже непонятно с метро или с человеком Мы будем платить до сих пор непонятно Что с бизнесом? Действительно, там сколько Пять дней осталось там до По сути дела вступления в силу новых правил Обращения с твердыми коммунальными отходами И действительно очень много обсуждалось В отношении граждан Что будет происходить Каким образом там цифры звучали Все это И совсем немного К сожалению информации Относительно Того, что Изменится в отношении Юридических лиц Мы в торгово-промышленной палате Обратили на это внимание Некоторое время назад Провели соответствующие встречи И сейчас ведем эту разъяснительную работу Потому что Надо понимать, что Объем Твердых коммунальных отходов Генерируемых Юридическими лицами Сопоставим по сути дела С объемом Который Образуется в результате Жизни граждан Ну вот здесь у нас в студии Ян Чеботарев приводил пример Да, его офис Много бумаг Понятно, бумаги юридические Бумаги не могут быть Просто там Куда-то складированы Сданы в макулатуру Потому что там Ну какие-то Видимо сведения содержатся Такие, которые чужим глазам Не предоставишь Поэтому они пропускаются Через Шредер Вся вот эта вот куча Извините меня Бумажной лапши Куда-то вот она Должна быть выброшена Где-то коробки Если это магазин какой-то Да Где-то еще что-то Ну видов отходов Очень много Мы понимаем, что Юридические лица Действительно много Производят видов отходов И сейчас надо, чтобы Каждый руководитель Юридического лица Собственно говоря Задал себе вопрос Урегулирована ли у него Вот Эта проблема Есть ли у него действующий С 1 января договор С региональным оператором Все юридические лица Обязаны заключить Такие договоры А если не заключат То что будет? Будет вестись Работа по выявлению А каким образом Понятно или нет Пока? Ну я думаю Что в общем Достаточно Не сложно сопоставить Базы данных Налоговой инспекции И базы данных Давайте по порядку Просто Смотрите Мне понятно Каким образом Будут платить За вывоз мусора Те предприниматели Которые Квартируют Так скажем Да В крупных торговых Или в крупных офисных центрах Скорее всего Офисный центр Заключает Вот от своего лица Там Или торговый договор С рекоператором Соответственно У него там Определенное количество Контейнеров Стоит эти контейнеры Вывозятся И он платит за объем А дальше Это все уже Раскладывается на арендаторов А что происходит? Это идеальная картина И опять же Этим арендаторам Необходимо Заботиться вопросом Заключен ли такой договор У их арендодателя В целом На объем Производимый Всеми арендаторами И включено ли это им Потому что Может возникнуть ситуация Когда арендодатель Этим вопросом Не озаботился Либо озаботился В части своей деятельности И тогда Возникнет вопрос Куда девать Те отходы Которые возникают у них Но в этом случае Каждый конкретный предприниматель Не подписывает договор С рекоператором У него есть договор аренды В том случае Если это включено В договор аренды То нет То нет Большая часть Все-таки Предпринимателей И бизнеса Ведет деятельность Самостоятельно Да Там они в формате Арендованных Торговых центров Или офисных центров Поэтому Здесь идет О вот этих Маленьких помещениях На первых этажах Домов Еще где-то Речь идет Абсолютно Обо всех физических лицах У вас должен быть Должна быть Эта коммунальная услуга Либо включена В договор аренды У вас должен быть Прямой договор С региональным оператором В котором будет Определен Порядок И объем Производимых вами Отходов И их оплаты И вот здесь Есть очень важный момент На который всем Также надо обратить внимание Я прошу Призываю всех На это посмотреть Есть две методики Расчета Производимых отходов Первая Это по нормативам Которые Достаточно странным образом На наш взгляд Рассчитаны И достаточно давно Могу вам сказать Что например В отношении кафе Расчет производится По количеству посадочных мест Примеров там странных много В отношении Например Магазинов Расчет идет С общей площади Например Библиотеки Мы там смотрели Они тоже С количеством посадочных мест Как бы генерируют мусор Так Поэтому Этот способ Расчета Нам представляется Неоптимальным Для предпринимателей Есть второй И К сожалению О нем немного говорится Потому что Подводятся все к первому Он более выгоден Собственно говоря С точки зрения Деятельности рекоператора Есть второй способ И вот Надо всем ориентироваться Практически всем Именно на него Это Расчет по Фактически Производимому Объему расходов То есть Вы заключаете договор С региональным оператором Понимая Какой объем расходов У вас Собственно говоря Производится Там в единицу времени На этот объем Вы и заключаете Устанавливаете Соответственно Контейнеры Слой отдельный Да И региональный оператор Вывозит Ровно тот объем Расходов Отходов Которые вы произвели То есть он вывозит Он все это взвешивает Не знаю Там замеряет Речь идет о кубометрах Поэтому Потом выставляет счет Да По объему Количества Вывезенных контейнеров Идет расчет По нашему Пониманию По нашим оценкам В подавляющем Большинстве случаев Для предпринимателей Более выгоден Именно такой способ И региональный оператор Обязан Заключить Договор По выбору Юридического лица Либо по нормативу Либо по фактическому Объему Что делать сейчас С юридическим Обращаться К региональному оператору В официальной форме И просить договор Ну требовать Требовать договор Требовать договор То есть требовать Заключить договор На фактически Образуемый объем Урегулировать это С региональным оператором Сделать это надо В какие сроки Ну по идее Он должен вступить в силу С 1 января То есть осталось Всего несколько дней По факту да Те кто не успеет Они будут платить По нормативу Или есть какие-то Лазейки Извините Там сложная ситуация Возникает То есть если у вас Нет договора вообще У вас никто Мусор забирать не будет Просто-напросто Куда вы будете Его девать Ну видимо Будете искать Тех у кого Заключен договор Стоит контейнер И выбрасывать к ним А вот смотрите У них возникнет Резонный вопрос Почему вы это делаете Да Андрей Леонидович Ну вот я Честно говоря Не знаю Как там во всем Городе происходит Я могу взять Например Ну вот условно Давайте возьмем Перекресток Октябрьского проспекта И улицы Воровского Там на перекрестке Октябрьского проспекта И улицы Воровского На первых этажах В пятиэтажках Очень много Вот напротив ЦУМа Если мы смотрим Очень много магазинов разных Я не знаю Может быть там у каждого Есть уже отдельный контейнер Если их нет Это не только Вот этого конкретного Перекрестка Касается много других Там магазинов На первых этажах Чаще всего Мусор выбрасывается В контейнеры жильцов Они же не закрыты были То есть они открыты Просто выносятся туда Все там Там и складируется Будет происходить так Если предприниматель Сознательный И у него до сих пор Нет контейнера И он заключает договор С рекоператором И ему ставят контейнер Этот контейнер Он где будет располагаться Отдельный контейнер Конечно на каждый там Магазин В небольшом помещении Ставиться не будет Насколько я понимаю Рекоператор будет действовать Следующим образом Они будут обобщать Те объемы На которые у них заключены Договоры По тем или иным адресам Значит и выставлять На контейнерной площадке Контейнеры Соответствующие этому объему То есть условно говоря Если вы подаете там Подписываете договор На четверть контейнера В квартал Ну или в месяц Никто вам не будет Ставить целый контейнер Для этой четверти Вас просто объединят С соседями Еще четырьмя такими Предпринимателями Поставят один контейнер Собственно говоря Который будет вывозиться Действительно вопрос контроля За тем Каким образом Будут правильно выбрасывать В свой контейнер Твердые коммунальные отходы Вопрос открытый Абсолютно Причем Ну это и в отношении Физических лиц И в отношении Юридических лиц Каким образом Будет устроена Эта система контроля Я на данный момент Сказать не могу Но Наша задача Как торгово-промышленная Палаты Максимально Проинформировать О правильных действиях Юридических лиц Правильным действием Является заключение Договора С Купритом С региональным оператором С первого января Для того чтобы у вас Было понимание Что ваши правоотношения В этой сфере Урегулированы Это первое И второе Ну наверное даже неправильным Может быть экономически выгодным Для предпринимателя Как вы говорите Абсолютно верно Особенно для тех У кого немного мусора Образуется Да я так понимаю Что в общем Штрафные санкции Будут существовать И там скажем Долго скрываться От этого там не удастся В общем всех призываем Все таки каким-то образом Регламентировать Свои отношения Правда не очень понятно Почему этого не делает Региональный оператор Не только в отношении Предпринимателей Но и в отношении Граждан Извините Ну региональный Опять же там Я могу говорить За юридические лица Региональный оператор Достаточно большой Объем работы проводит Там Разъяснил Ну информационные встречи Потому что это вопрос Который собственно говоря Там не только города Касается Но и территории Я знаю что по районной области Они да Активно ездят Ну и мы со своей стороны Там тоже Информационную работу ведем И при обращении Предпринимателей Даем консультацию И в средствах Массовой информации Стараемся Вот собственно говоря Как сегодня Обратить на это внимание В общем вопрос Вывоза отходов С 1 января Держите на контроле Со всех сторон Андрей Юсенко В нашей студии Мы прервемся На полминуты И продолжим Особое мнение На 101FM Особое мнение Продолжается В нашей студии Андрей Юсенко Член общественной палаты Кировской области Общественной палаты России Вице-президент Виатской торгово-промышленной палаты Мы продолжаем Ну вот Чтобы тему мусора Так завершить Давайте все-таки Людям нашим скажем Это уже всех касается Общественная палата По-прежнему Тему с тарифом И механизмом Его формирования Держат на контроле Сейчас завершается Опрос В группе Общественной палаты Кировской области Вконтакте Там больше 8 тысяч Проголосовавших Все-таки люди Голосуют Большей частью Человек Но общественная палата На этой неделе Насколько я понимаю Будет обсуждать Результаты опроса 27 декабря Состоится заседание Совета Общественной палаты На котором будет рассмотрено Собственно говоря Результаты Проведения этого вопроса Ну и сформулирована Позиция общественной палаты По этому поводу Коллегиальное решение Совета И все это будет передано В правительство области Собственно говоря В полномоченные структуры Да Я насколько понимаю Сегодня нам в очередной раз Обещали назвать Все-таки будем уплатить С метра или с человека Но вот сейчас коллег спрашивала До сих пор Ничего не понятно Еще про бизнес поговорим Давайте Мы обратимся к тому Что нас ждет в январе Не только Связанного с вывозом отходов В наступающем году И рост НДС И акцизы на топливо Обещают подрасти Все это так или иначе На бизнесе скажется А в итоге В конечном Мне кажется Скажется на всех нас Ну Я на самом деле Несколько там подготовился К нашему сегодняшнему Эфиру К нашей программе Посмотрел материалы Об основных изменениях Которые ожидает бизнес С 1 января 2019 года Изменений этих много В интернете достаточно много Материалов Которые так и называются 25 главных изменений В бизнесе В 2019 году В 2019 году В 2019 году 30 изменений разных Давайте начнем с минусов Давайте начнем с минусов Чтобы потом закончить на хорошем Увеличение НДС Раз Рост акцизов на топливо Два Введение Уплаты НДС Для плательщиков Единого сельхозналога С оборотом Свыше 100 миллионов рублей То есть нагрузка На сельхозпредприятия Не все Но на их часть В размере 20% Увеличение стоимости патентов Рост ЕНВД На 2,5% Рост Взносов на социальное страхование Для предпринимателей На упрощенной системе налогообложения С 20 до 30% Рост взносов Индивидуальных предпринимателей На медицинское и социальное страхование Возрастание базы По которой рассчитывается Максимальная уплата соцзносов Так, слушайте Очень много можно перечислять Я перечислю Новые формы статистической отчетности Просто для примера Например, теперь будет два вида справки Два НДФЛ Одна для налоговой Одна для самого работника О боже мой Теперь мы будем платить НДФЛ На командировочных свыше 700 рублей Обязательно использование онлайн-касс С 1 июля 2019 года Всеми абсолютно предпринимателями Те, кто был сейчас освобожден На одной из новаций Хочу тоже обратить особое внимание Например Законодательно теперь определено Что если при проведении Проверочных мероприятий В первую очередь Налоговых в отношении Юридических лиц В случае, если недостаточно Материалов, которые были Получены непосредственно От юридического лица Налоговая имеет право Обратиться к аудиторской компании Которая проводила проверку Этих юридических лиц И аудиторская компания Обязана в 10-дневный срок Предоставить ей Те запрошенные документы А раньше, как было, простите Раньше только налоговая могла что-то делать? Нет, раньше налоговая Запрашивала у самого юрлица Если юрлицо не предоставляла В силу тех или иных причин Собственно говоря, у налоговой Этих документов не было Утеряны Или непредоставлены Или как-то еще Теперь надо понимать Что если вы проводите Аудиторскую проверку Своей компании То через некоторое время Налоговая имеет право Запросить документы Касающиеся проверки Вашей компании У вашей аудиторской компании Аудитор не может отказать И она обязана будет Их предоставить И в плюс, и в минус Пока относим С плохим мы закончили С плохим закончили Вот сейчас непонятно И в плюс и в минус Отнесем налог для самозанятых Этот эксперимент Который проводится В четырех регионах Пока непонятно Как себя покажет Совершенно непредсказуемая Конструкция Придет ли это к тому Что ряд ИП Перейдут на эту форму И их количество уменьшится Насколько активно Граждане будут этим пользоваться Я пока не очень понимаю Сложно оценивать Потому что мы не относимся К числу этих четырех регионов Даже на практике не поймем Да, но с 2020 года По итогам эксперимента В 2019 предполагается Это распространить на всех Пока не уверен К чему это отнести Рост минимального Размера оплаты труда Точно такая же история С одной стороны Это вроде как и благо С другой стороны Нагрузка на предпринимателей С точки зрения Фонда оплаты труда Возрастает Ну и теперь к плюсам Их к сожалению Меньше Я вот вижу по листочку Чем в два раза меньше Чем минусов Но к существенному Могу отнести Все-таки Отмену налога На движимое имущество Это та история Которая Два года назад возникла По сути дела Речь идет о налоге На инвестиции Этого налога не было Ну вернее У него была нулевая ставка Потом федерация сказала Что регионы Ставьте ее сами И давайте льготы Речь шла о том Что вы приобретаете Новое оборудование И сразу же Начинаете платить на него Налог на имущество Все говорили о том Что это сдерживание Инвестиций Вы покупаете Новое оборудование И платите за него налог Ну слава богу Там отыграли назад И сейчас Этот налог просто Отменяют Его не будет Налога на движимое имущество Корпорация АСВ Вводит страхование Вкладов Индивидуальных предпринимателей В банках Так же как и У физических лиц Если банк Теряет лицензию То Расчетные счета Индивидуальных предпринимателей В размере до 1.400 Тысяч рублей Считается застрахованным Раньше этого не было Раньше этого не было Это нововведение 2019 года Продлены надзорные каникулы Это решение Которое озвучил президент То которое было Там озвучено Три года назад Но В отношении малого И среднего бизнеса В отношении малого И среднего бизнеса Надзорные каникулы По плановым проверкам Но надо понимать Что за тот период Который Предыдущие каникулы Действовали Соотношение между Плановыми и Внеплановыми проверками Изменилось Очень серьезно В сторону Внеплановых? Конечно Если раньше Там было 60 на 40 Плановых Внеплановых Сейчас практически Там 30 на 70 30 плановых Которые нельзя проводить И 70 Внеплановых Которые можно проводить Не регулируются Не регулируются Этим Плюс к сожалению Вот эти все Трагические истории Как зимняя вишня В Кемеров И прочее К сожалению Уже признаны И мы недавно Здесь в правительстве Области Эту историю обсуждали Но она История Это общефедеральная К сожалению Перехода на Риск ориентированный Подход к Планированию И проведению проверок Так до конца И не произошло Ведь Эти поручения Даны были Достаточно давно Но должны были быть оценены Критерии рисков И собственно говоря Там проверочные мероприятия Должны были Ориентироваться В первую очередь На риски Для здоровья Женедеятельности Граждан Но Не то что до конца Практически там Официально признано Что даже наполовину Этого не произошло Это продолжится Но когда это все-таки Будет приведено К тому виду В котором оно должно быть Пока не очень понятно Ну и Сюда же там Запишем Возможность Электронной регистрации Юридических лиц Теперь Через интернет Можно Вы это в плюс записываете? Ну Я бы это записала Вот непонятно пока Хорошее или плохое Потому что непонятно Как работает Ну Как работает Это понятно Вы регистрируете Там через интернет Без визитов В соответствующие Госструктуры И сидения в очередях Да Более того там Обнулена пошлина То есть По сути дела Зарегистрировать Юридическое лицо Сейчас ничего не стоит Все делается Через компьютер И в течение Там буквально Пары дней Вопрос в том Что Это ведь не самое главное Для ведения бизнеса Открыть его Проблемы-то начинают Собственно говоря После того Как ты это сделал Поэтому прощение Этой процедуры Вот по моим Ощущениям К какому-либо там Ощутимому росту В сфере бизнеса Не приведет Не набежит Толпа желающих Сразу же зарегистрироваться Начать деятельность Выстроиться Чтобы всех нас Отправить в отпуск На 50 тысяч рублей Слушайте Мне кажется Это вообще не будет работать Вот обязательно Это же не обязанность Работодателя Он может это сделать То есть никто А сейчас сотрудники Зато пойдут К своим начальникам Зато какой хороший инструмент Кадровой политики Андрей Леонидович Социальный пакет Мы оплатим вам отдых В санаториях Вятского края На сумму В 50 тысяч рублей На каждого члена А эта история Напомните пожалуйста Будет работать Только для отдыха Внутри России Да конечно Только для отдыха Внутри России Стимулирующие меры Для развития Внутреннего туризма Да Поэтому к сожалению Из того что мы Отнесли к положительному Ну таких кардинальных За исключением Отмены налога На имущество Изменений для бизнеса Не произойдет В отличие от того Что мы отнесли К отрицательным Те которые приведут К прямым Финансовым потерям К снижению Собственно говоря Там маржинальности Бизнеса К потере конкурентоспособности И к достаточно серьезному В совокупности Вот если посмотреть Возрастанию финансовой И фискальной нагрузки На бизнес Так А к чему это приведет Впоследствии Ну это же достаточно Все предсказуемые вещи Бизнес ведь Не берет деньги Из ниоткуда Бизнес Все свои затраты Вкладывает В себестоимость Своих товаров И услуг За все это заплатим мы Которые оплачивают Собственно говоря Там все потребители Так или иначе Что рост акцизов На нефтепродукты Это собственно говоря То что мы обнаружим С вами на заправочных станциях Рост НДС Это то что мы обнаружим С вами в магазинах И в тарифах В том числе Естественных монополий Акцизы на топливо Мы там тоже обнаружим В магазинах И акцизы на топливо Точно так же Везде окажутся Рост Там нагрузки Стоимости патентов Рост ЕНВД Внедрение онлайн касс Это все скажется На Ну в первую очередь Небольшом бизнесе Который Услугами которого Мы пользуемся Практически ежедневно В виде Больших-небольших Магазинов Каких-то там Бытовых услуг И все остальное Поэтому Ну надо признать Что там Снижение налога На имущество На 2% Вкупе Со всем остальным Приведет На мой взгляд К достаточно Серьезному Росту себестоимости Товаров И услуг И Достаточно серьезному Андрей Леонидович Это сколько? Ну вот От и до Ну я думаю Что Я понимаю Что разные есть Отрасли Разные секторы Но все-таки Ну я бы Оценил Это в цифру Порядка там 10% Минимум Это к концу Следующего года Или в течение Следующего года Потому что бизнесу Опять же Вот тут Понимаете Какая история Бизнес Ведь давно Говорит о том Что Дайте хоть Какой-то стабильности Давайте хоть год А то и пять Ну вернее Все просили пять лет Поиграем по правилам Да И президент Вел там Мораторий на изменения Налоговых платежей Четыре года Которые мы в этом режиме прожили За которые появилась Целая Куча Уж простите Там за Общеупотребимое слово Неналоговых платежей Но нагрузка-то выросла Нагрузка возрастает постоянно Бизнес ведет Деятельность В условиях Там Нестабильности Правил игры Это приводит к тому Что бизнес Закладывает Свои затраты Не только прямые расходы Которые Собственно говоря у него возникли В виде например роста НДС Но и закладывается На некое будущее Если у него еще это позволяет Сделать там Спрос А мы с вами имеем дело С некой там ситуацией Ножниц Да там перекрещивающихся Графиков У нас растет налоговая Там и неналоговая Нагрузка на бизнес И при этом снижается Покупательная способность Населения Которая в конце концов И является потребителем Собственно говоря Всех товаров и услуг Поэтому С двух сторон получается Атакует бизнес Доходность бизнеса Снижается А нагрузка на бизнес Возрастает При этом При всем Мы с вами Имеем Национальный проект Связанный с ростом Малого и среднего предпринимательства В котором заложены Достаточно серьезные Цифры Роста Показатели Показатели Да И количество Субъектов И количество Занятых В малом и среднем Предпринимательстве И количество Их доли ВВП И роста Оборотов Понимание того Каким образом Показатели Этого национального проекта Будут достигаться Ну Пока Никем не заявлено Ни Минэкономразвития Ни правительством В целом Напомню Что В отношении Одного из национальных Проектов По строительству Да Уже как бы Прозвучало На самом высшем уровне Там Ну Как бы Оценка того Что его будет Крайне сложно Если не невозможно Исполнить И вот По факту Мы имеем Текущие Действия Связанные С изменением Правил игры Ухудшающие Ситуации Да Нагрузку На бизнес Но при этом Стратегическую Задачу По росту Собственно говоря Этого бизнеса И эти две вещи Друг другу противоречат И непонятно Как они будут Сосуществовать На территории На территории Нашей стороны На экономической Территории Как минимум Андрей Юсенко В нашей студии У нас две минуты рекламы И мы продолжим Особое мнение На 101FM Андрей Юсенко В нашей студии Вице-президент Вятской торгово-промышленной Палаты Член Общественной Палаты Кировской области И Общественной Палаты России Мы продолжаем Ну вот Следующая наша тема Я честно говоря Не знаю даже Больше в какой На вашей компетенции Как общественника По экономической линии Или как общественника По линии Общественной Палаты Накануне Андрей Леонидович Я собственно С этими вопросами Столкнулся еще Когда мы готовили заявку И никто не знал О том Что мы собираемся Претендовать И мы только Предварительно Озвучивали Ну Как бы Существует И все Перечисленное вами Но существуют И некоторые Другие вещи Например Наша компания Джулиан Оверс Производитель Премиум Кухонь Несколько лет назад Получила Общемировую Награду В области Дизайна Red Dot Awards Так Компания MC5 Неоднократный победитель Достаточно серьезных Дизайн конкурсов Буквально Месяц назад Наша кировская Девушка Дизайнер Анна Исупова Принимала участие В качестве Дизайнера В программе Квартирный вопрос На НТВ И после этого Очень хорошие Отзывы Отклики Получила Там На федеральном уровне И заказы У нас Что касается Торгово-промышленной палаты Мы уже там Больше 10 лет Проводим конкурс Выставку Сферы дизайна Таких мероприятий На региональном уровне Уж тем более В городах Не миллионниках Практически нет А на таком уровне На котором проводим Мы Нет точно У нас есть Помимо там Регионального отделения Союза дизайнеров У нас есть Там Гильдия дизайнеров Кировской области Поэтому если И многое-многое Те же самые Там дымковские дома У них есть противники А есть и сторонники И на федеральном уровне Когда мы презентовали регион И показали В том числе Там этот проект Он был очень положительный Я правильно понимаю Что все-таки Союз дизайнеров России Принимал решение Да Для них определяющим Все-таки были какие-то Ну скажем так Не внешние вещи В первую очередь А именно вот Событийные какие-то Вещи Или нет Союз дизайнеров России Смотрит в совокупности Они каждый год На конкурсной основе Определяют Город Носителя Город Носителя этого статуса И это понятно Что это не статус Определяемый Только по По внешнему виду По заслугам Скажем так Да Что вот у вас дизайн Замечательный Поэтому вы в столице Ну тогда Собственно говоря Там Периодически чередовались бы Я думаю Там Москва с Санкт-Петербургом И собственно говоря Всем остальным В этом конкурсе Сделать было бы нечего Объективно Это все-таки Проект Направленный В большей степени На развитие Самого дизайна Во всех его проявлениях В городе Начиная там От городской среды И общественных пространств Заканчивая В том числе Промышленным дизайном Во всех проявлениях дизайна И здесь Союз дизайнеров Смотрит как раз На том В каком состоянии Сейчас В регионе В городе Находятся Различные Отрасли дизайна Насколько Есть заинтересованность Самого Самого Муниципалитета И тех Кто занимается Различными Направлениями То есть они не только Позицию профильных Экспертов Оценивают Но и позицию Властей Заинтересованности Заявка Собственно говоря Подписывается Главой администрации И мы здесь Благодарны Илье Вячеславовичу За то что он Наше Наше предложение Поддержал Заявку Подписал И в общем Достаточно активно Включился в это Потому что Он И вчера На пресс-конференции Отмечал Что он видит Собственно говоря Некую Вот эту совокупность Мероприятий В виде Урбанфорума Вот этого проекта Других активностей Гражданских С точки зрения Как раз Улучшения Городской среды Улучшения Качества жизни Потому что С одной стороны Еще раз повторюсь Присутствует То о чем вы говорите С другой стороны Ну а собственно говоря Это надо менять Мы в общем Именно для этого Это и делаем Потому что Статус столицы Российского дизайна Он предусматривает Проведение Достаточно большого Количества Мероприятий В городе В течение года Вот на данный момент Проект Нашего плана Включает в себя Там больше 25 мероприятий В общей сложности Это за год Они пройдут у нас За следующий год Да распределенных В течение года Вот Откроем мы Программу этих Этих мероприятий На нашей выставке Сферы дизайна 24-27 января Мы собственно говоря Уже договорились О приезде Председателя Союза дизайнеров Нескольких Достаточно именитых Экспертов Которые Поделятся Своими Представлениями Дадут оценку Состоянию Развития Дизайна В нашем городе И таких мероприятий В течение года Будет Много И достаточно интересно Помимо сферы дизайна Давайте так Все таки Есть часть мероприятий Профильные Которые Ну исключительно Для экспертов И для специалистов Отрасли будут А есть часть мероприятий Наверное Которые Так или иначе Задействуют горожан Вот помимо выставки Сферы дизайна Куда я знаю Все могут прийти В какие-то Локации Посмотреть Что еще будет Ну смотрите В качестве примера Например могу привести У нас Есть договоренность О том Что с организатором Этого проекта Выступает наш опорный вуз Ревятский госуниверситет Они планируют провести Экспозицию Конкурс Так скажем Малых архитектурных форм И арт-объектов В городской среде Причем И среди Уже там Реализованных Воплощенных И среди концептов Которые Последствия Могут появиться На улице города Причем Часть из них Они собираются Визуализировать Соответственно Представить В неком Осязаемом Там виде Будут мероприятия Направленные На Поддержку Молодых дизайнеров Тех ребят Которые учатся Еще там Конкурсная программа Мастер-классы Такого плана Мы берем Например Тему Дизайна книги Так И в рамках Конкурса Вятская книга года Планируем Собственно говоря Там провести Конкурс На лучшее Оформление С точки зрения Дизайна книги Участвовать в этом конкурсе Могут только Кировские издатели Или могут Ну это вятская книга года Поэтому здесь Ориентируемся Мы на это Нам очень интересно Представляется Опять же С точки зрения Всех Горожан Всех жителей региона Мы собираемся В рамках Дня промышленного дизайна В выставочном центре Вятка-экспо Организовать Ретроспективную Выставку Кировского Дизайна За 20-21 век Начиная Ну Включая Различные Образцы Промышленной продукции Которые Производились Мотороллеры Вятки-автомат Это все В натуральном виде У вас там будет Представлено Это все Потрогать можно будет Или только на фотографии Физические экспонаты Мы собираемся Представить Непосредственно То есть То что касается Пром-дизайна Вы знаете Что у нас там АвиТек В свое время Производил Складную Компактную Детскую коляску А было дело Да Хорошая кстати Коляска была Она складывалась В чемоданчик И раскладывалась В полноценную коляску Вот на таких Образцах Мы собираемся Построить экспозицию Это когда будет примерно Это июль Где-то летом Июль И мы надеемся Здесь на активное Участие наших Предприятий Которым Мы знаем Что есть Что показать Экспозиции Их музеев Которые сейчас Достаточно Качественно Сделаны На целом Ряде предприятий Они с вами Поделятся Да Потому что Здесь Важно сказать О чем Проект Кировстолис Российского дизайна Это проект Открытый Это не значит Что Вот там Четыре организатора Администрация города Торгово-промышленная Палата Региональное отделение Союза дизайнеров И ВИАДГУ Вот полностью Там В своей каши Всем управляют Проект Открытый И Это некий Как я его называю Зонтичный бренд На год Бренд Которым могут Воспользоваться И предприятия И гражданские Там Движения Общественные И средства Массовой информации Мы например С рядом Предприятия Вели переговоры Те кто Считает Что их Дизайн Является Для них Уникальным Предложением Каким-то Или Отличает их Мы им Предлагаем Использовать В течение Года Этот статус Как Механизм Как инструмент Для продвижения Своих Брендов То есть Если вы Заявляете Что Этот дизайн Был разработан Или создан Или сейчас Продвигается В рамках Проекта Киров Столицы Российского Дизайна Это дополнительный Инструмент Формирования Притягательности Этих брендов Поэтому я Приглашаю Всех К участию В этом проекте Связаться С организаторами Как можно Торгово-промышленная Палата Сайт VCCI.ru Там все Там все Контактные Телефоны Можно ко мне Всем Можно к Андрею Усенко Всем кто знает Его телефон Андрей Усенко Был у нас В особом мнении Я благодарю Гостя За программу И мы прощаемся Потому что Звукорежиссер Уже Прямо Вот стучит по столу И выгоняет нас Из студии Всем до свидания До свидания Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok